Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 28 мая. Вот еще вчера я показывала, что высаживаю там последние сантиметры по закоулкам везде. Вот закоулки у меня закончились наконец-то. И я плавно переползла в придомовую теплицу. Если кто смотрит меня, ну уже не первый год, они видели, что здесь был такой черный поликарбонат, и он вообще почти, ну как был такой, почти свето-непроницаемый. И в прошлом году я здесь выращивала вот так томаты, высадила остатки, и я говорила, что я выращиваю просто томатную занавесь для притенения, чтобы в этой теплице было не жарко, и чтобы можно было дверь в дом открывать, и чтобы жара туда не шла. Весной это хорошо, дополнительный подогрев, но летом, когда жара заходит в дом, это не хочется. И я их высаживала в прошлом году, вот видите, веревки еще остались. Я их высаживала и специально не посынковала, не прореживала, ничего. Они вот до этой отметки сплошной зеленой вот такой занавеской были, и тут была немножко тень. Это все было сделано намеренно для снижения температуры здесь, но здесь ничего больше не высаживалось, потому что я вам говорила, что тут грунта почти нет. Мы вот в прошлом году натаскали вот один рядочек, чтобы занавеску вот эту томатную сделать, и все. Но в этом году ситуация изменилась. Вы видите, здесь светло, тепло. Вот благодаря самым таким моим, как сказать, не знаю каким зрителям, самым моим упорным зрителям, которые давно хотели сменить этот поликарбонат, благодаря их, с их помощью я сменила вот этот поликарбонат. И теперь тут такая светлынь, что вы, наверное, понимаете, любой огородник меня поймет, не высадить здесь для нормального выращивания томаты – это грех. Это надо держать вас сильно в руках, чтобы не использовать вот эту площадку. Тем более у меня рассады всегда много. Вот я сейчас вам покажу. Вот здесь еще стоят, видите, вот зеленая хорошая рассада. И в этом году я решила здесь высадить томаты для выращивания, именно для получения продукции, для получения поздней продукции. Вот с этих томатов у меня будут как раз плоды для зимнего хранения, для, например, для консервации, для осенних заготовок. Я их высажу всех позже, и они получатся всех позже. Потому что я посмотрела, ну действительно, земля у меня лишняя осталась от весеннего вот этих добавок. Поликарбонат поменяли, светлый. Представьте, как можно выдержать, когда здесь 30 квадратных метров. Я же все жалуюсь, у меня мало земли, мало земли. Я подсчитала тут 4 ширина и 8 в длину. 30 квадратных метров – это даже больше, чем та вот арочная, вот обыкновенные мои теплицы. Конечно, здесь нужно что-то посадить. И вот в этом году я решила посадить здесь томаты. Пока что земля только одна. Вот эта вот дорожка. Сюда еще надо таскать. Будут выходные, вот сейчас наступят. Мужчины мои помогут, я их мобилизую. Помогут натаскать мне землю. Здесь будут тоже томаты. А вот там, дальше, там земли уже нет. Там земли уже нет, и я решила сделать так. Я набью в мешки. Все равно мне для весной, для рассады нужна будет земля. Я набью в мешки, сразу готовый грунт, как я готовлю. Половина земли, половина перегноя. Набью в мешки и в каждый мешок по одной, по две помидорки высажу. А потом они останутся, эта земля, в зиму. И на следующий год я ее использую для выращивания рассады. По этому поводу мы уже говорили, можно ли нет второй раз использовать огородную землю. Я уже говорила, что если томаты не болеют, если они хорошие, как бактериальный, вот такой у них фон хороший, то можно вполне эту землю использовать еще раз, если она плодородная. Если же будет какое-нибудь заболевание, то эту землю нужно, конечно, обработать. У меня вот есть фитоп флорес, средство, о котором я говорила, полив который в два приема я эту землю снова приведу в норму. И на будущий год, ну короче, убью сразу двух зайцев. Нынче у меня здесь будут в мешках в этих расти томатики, а на будущий год, весной, я эту землю буду немножко сдабривать, удобрять и рассыпать по лоткам, выращивать рассаду. Сейчас, когда высажу несколько первых кустиков, я вам покажу, как я делаю это. Ну вот, через два часа работы и придомовая теплица заселена. Как я уже сказала, я здесь буду те томаты, ну не буду, а уже высадила. Сейчас назову примерно какие. Вот здесь Добарао розовый, Добарао оранжевый, потом здесь гранатовая капелька у меня, поцелуй герани, потом юбилейный тарасенко. Почти все некрупные, которые можно будет потом для засолки использовать. Какие там еще, ну есть правда Алсу крупные, есть новогодний, который для хранения на 6 месяцев. Потом чуть подрастут, подвяжу я их в порядок, приведу, расскажу вам подробнее. Просто сейчас уже все, 5 часов. Я после 5 часов вечера уже не работаю, не потому что у меня график такой, а потому что все, селенок больше не хватает, устала сегодня. Устала не столько как от сегодняшней работы, а от того, что все самые весны, ну представляете, полтора месяца я уже занимаюсь высадкой томатов. Это скажи кому, полтора месяца ежедневно высаживаю, высаживаю. И кто спрашивает про помощников, мне вот Катя помогала немного, она мне пикировала здесь весной. А сейчас видите какая ситуация, карантин же в садике, она вынуждена сидеть с Марком. Вот она там Марка сторожит, а я здесь одна как улитка, помаленьку, помаленьку, как улитка, потому что я за день, за целый день проползаю только с одного края огорода до другого. Я вот там пошла в теплицы, подвязала, попосынковала, перешла на другой, полила. А там что-то, там новую грядочку там доделала, сюда доползла, тут посадила, а тут и вход в дом, все. Я уже никуда не возвращаюсь, я как с дальнего края, потихоньку, 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 потихоньку прошла весь огород, проползла, и вот он и дом. Сейчас заползу в дом, надо мыться, умываться, причесываться. Кстати, сейчас только что позвонила с Екатеринбурга Надежда Красикова, нашла мне щенка. Люди так близко приняли, как близко к сердцу восприняли мои вот эти высказывания про собаки, что я хочу собаков, близких нет. И мне одна зрительница предложила, вы напишите на Авито, куплю щенка. Мы попробовали, но там почему-то, там можно только продам, продам, ну еще что-то. Короче, куплю у нас такой функции нет, не знаю почему. И вот, скорее всего, ко мне приедет щенок с Екатеринбурга. Не видела я его еще, по телефону только она позвонила. Это вот та как раз зрительница, к которой вот моя рассада прямым посевом. В прошлом году я ее отправляла поездом в Екатеринбург. Но если рассада туда моя доехала живая и здорова, значит, и щеночек обратно приедет обратным поездом. Будем его здесь ждать. А мы уже сегодня договорились, уже решились на щенка без документов, просто на кавказскую овчарку поверить на слово решили хозяйки. Вот сегодня посмотрим и того щенка, он мальчик, и договоримся насчет той девочки. Короче, было пусто, будет густо. Все, ладно, я отвлеклась про собак. Вот придомовая теплица, здесь будут томаты. Завтра буду показывать, покажу вам, как я оформляю вот эту арку, потому что в прошлом году показала, она уже была вся заросшая огурцами. И люди не поняли, как я делаю вот этот вот каскад огурцов. Пока что все еще голо-поло, пока огурцы маленькие. Завтра расскажу, буду сама оформлять эту арку и расскажу вам, как я делаю огуречную арку. То есть декорирую вход в дом. Все, сегодня до свидания. Пойду отшоркиваться.